В Нью-Йорке зачитали обвинения более чем ста жителям северного района Манхэттена, Гарлема. Им вменяют в вину несколько убийств и десятки преступлений с применением огнестрельного оружия. Только на прошлой неделе нью-йоркская полиция оправдывалась из-за публикации данных о росте преступности в самом безопасном мегаполисе Америки. Сегодня полиция перешла из обороны в наступление. Репортаж Валерия Кипелова. Это Гарлем, детка. В одном из самых криминогенных районов самого большого города Америки, судят сразу 103 члена трех уличных банд. Всем им сегодня были предъявлены обвинения по 145 пунктам уголовных статей. Члены группировок 3Stacks, Make It Happen Boys и Money Avenue обвиняются в как минимум двух убийствах, нелегальном владении оружием, участии в 19 перестрелках, в которых пострадали люди, а также в 50 других, завершившихся бескровно. По данным городской прокуратуры, вражда между гарлемскими районами Манхэттенвиль, в которой мы находимся сейчас, и соседним Грант, всего в 150 метрах отсюда, началась несколько десятилетий назад, но в последние годы переросла в настоящую уличную войну. Это не была организованная борьба между наркоторговцами, а скорее банальная защита своей территории, в ходе которой подростки из одной группировки убивали своих сверстников, из другой, затем вторые мстили первым и так далее снова и снова. Серией арестов предшествовало четырехлетнее расследование. В нем были задействованы десятки детективов, заполнены сотни протоколов, собрана масса улик, опрошены местные жители, соседи и знакомые фигурантов дела. Нынешняя успешная операция в западном Гарлеме – самая крупная в истории нашего города. Так много обвинений за один раз Нью-Йоркская прокуратура еще не предъявляла. Законопослушные гарлемцы теперь, возможно, смогут облегченно вздохнуть. На улицах стало, по крайней мере, на сотню возмутителей спокойствия меньше. Хотя официальное обвинение – это еще не приговор суда, и, по крайней мере, часть обвиняемых могут оказаться на свободе в ближайшее время. Я думаю, теперь у нас будет безопаснее, и я рада, что их поймали и судят. В целом, уровень преступности в городе Нью-Йорке год за годом уверенно снижается. Число тяжких преступлений с 2000 по 2013 годы уменьшилось со 185 тысяч до 111 тысяч в год. Однако Гарлем – особое место. Там лишь за прошлый год преступность подскочила на 17%. Бедность и нищета, общий низкий уровень жизни, некачественное образование, повальная наркомания и так называемая культура насилия не дают этому району выйти из порочного круга. Некоторые увидели в нынешнем массовом аресте и судебном процессе стремление комиссара полиции Бреттона реабилитироваться в свете зафиксированного недавно 10-процентного роста случаев стрельбы в городе. Тогда комиссар заявил, что такие увеличения сменяются снижениями и едва ли влияют на общую годовую статистику. Тем временем осведомители городской полиции уже сообщили, что три упомянутые ранее уличные банды уже объявили набор новых членов вместо тех, которые оказались в КПЗ. Свято место, пусто не бывает. Детям от 10 лет взамен за активное и преданное участие в группировках бандиты обещают деньги и красивую по уголовным понятиям жизнь. Валерий Кипелов, Анатолий Кошенко.